Клоуны. Вот тупо клоуны, а не клоны, блин. Ну, а перед тем, как я начну реакцию, я хочу сказать, что у нас есть канал на ютубе с озвучками, где мы выкладываем озвучки по разным подобным, такими как Соник, Отель Хасбин, УЦЦ, Андертейл и также по транскартам тоже скоро что-то должно быть. Что пока... сам, если честно, не знаю, но что-то должно быть, по крайней мере. Так что ждите, ссылочка будет в описании. И в закрепленном комментарии. Также в закрепленном комментарии будет ссылочка на мой Тигрэм-канал, где выходят такие разные новости канала, приколы жизни и так далее. Если кому интересно, то тоже будет ссылочка, в закрепленном комментарии и в описании. Всё, натренделся, нарекламировался, теперь можно и честь знать, и начать реагировать. Данный мультфильм... Ёб твою мать! Фёдор, чё ты так пугаешь-то? Данный мультфильм это неканоничные приключения героев Земли и Королей. Приобрести реагировать комикс и поддержать автора можно по ссылке в описании. Уже вышла печатная версия. Ну и если вы вообще не в теме и хотели... Я всё ещё жду игру валеты. Ну ладно, Фёдор уже расписывал причины, почему так получилось, что сильно задержалась игра, выход её. Поэтому... Комикс со вселенной, все материалы там же внизу. Комикс читается где-то минут за 15-20. Не сказал бы. Не знаю, если, конечно, вы читаете так вот... Если вы тот ещё чтец, который быстро всё читает, который может... Раньше у нас в школе такое... Проводили такие уроки, такие контрольные задания по литературе, где нужно было отведённое время, а за минуту прочитать я как можно больше слов внятно. Вот где-то вот... Это было в начальных классах, в пятом классе... Вот в шестом уже, по-моему, такого не было. В шестом было. Но меня это всегда напрягало, потому что... Потому что было такое ощущение, что я какой-то отсталый, блядь, который не умеет нормально читать. Да и сейчас до сих пор так оно и оказывается. И я очень плохо довольно-таки читаю. И в озвучках тоже бывают эти проблемы. Да, кстати, сразу же видим отсылочки на другие проекты студии Феникс. Что же это? Привет! Смотришь, как-то комната занята. Ребята, вы чего вещи раскидали? Да, здесь другой стиль анимации. Вот в первой анимации был один стиль, здесь тоже другой стиль. И в сериале ещё один другой стиль. И в меме другой стиль. Всё время стиль меняется. А мусор почему никто не вынес? Ну это, если честно, я даже сказал бы больше приближенно уже к сериалу. Чего в первой анимации. Там что-то, Владёшка, всё-таки своё. Ну, стиль Ванни Тейл. Заняты! Что значит заняты? Блин, это что случается? Что-то громко. Живёте в моей квартире, значит. Пользуйтесь моим электричеством. Что я получаю взамен? Позитив! Мудрые советы. Геморрой в заднице! Вот это самое лучшее, кстати. Нет! Хотя, Вару был ближе всех. Ну да. Почему никому из вас не пришло в голову помочь мне? У меня есть куда более важные дела. Пялиться на голых баб? Да, конечно. На голую красную шапочку, да. Которая там не носит больше одного предмета одежды. Знаете что? Что? Блин, это звук. Побум! Побум! Это когда что-то подключаешь к компьютеру. Вынимаешь какой-то там провод там. То, что ты подключал к компьютеру. Я, честно, сейчас подумал, что у меня что-то отключилось. Ну, ладно. Слава богу. Мне это надоело! Чтобы весь беспорядок, пока меня нет, был убран. Феликса Старшего. Ой! На месте Фёдора я бы лучше бы остался на месте Старшего Курамаку. Мне кажется, он более в этом плане демократичнее, если вы понимаете о чём я. Но Феликса, на заглавном, мне кажется, не лучшая идея. Федя выглядел расстроенным. Надо сделать что-то особенное. Чего он не ожидает. Мы устроимся на работу! Он просил убрать квартиру. В итоге Феликса пришла гениальная идея устроиться на работу. Гениально. Кстати, я только недавно наконец-то посмотрел видео. Я хотел вообще-то у него реакцию сделать на как разрабатывалось, как делалось процесс создания видео-версии Червового дома. Но в итоге забил, я сам посмотрел. И, блин, у меня многие моменты прямо удивили. Во-первых, саунд-дизайн как делался и крутые моменты всякие. И то... Я впервые увидел человека, который озвучивает и Зонтик, и Феликса на время. Во-первых, Зонтик и Феликса озвучивает один человек, и от этого факта уже офигел. А во-вторых, человек очень тоже интересный. И милый. И как ты себе это представляешь? Нереально. Сок, уже минуту идет анимация, я уже наговорил на пять минут. Нормально. Скоро как хентайша буду. Минуту буду говорить полчаса. Нелегально. Мы клоны, которые появились из ниоткуда, и даже не являемся гражданами этой страны. Следовательно, никакой здравомыслящий человек не примет нас на хорошую работу. Только если... Вы граждане карточного мира, блядь. Нелегально? Нелегально? Ну уж нет. Я лучше пол подмету. Я у нас недавно, вот я, кстати, видел, у нас объявление висело возле нашего дома, типа, работа уборщика, там, там, типа, мытье полов и так далее, пять дней работы, два дня выходных, там, много там часов там работать, там, не знаю, там, 10 или сколько там часов, там, и 11 тысяч в месяц. Так что, зонтик, не лучшая идея, я бы лучше бы и не пытался. Зонтик, ну это же во имя добра, разве ты не хочешь помочь Фёдору? Так, он же попросил просто убираться. Да, но устроиться на работу куда лучше. А ещё, он оставил меня за главного. Я же говорю, это не лучшая идея, надо было, вот, сука, вот, надо было Курамаку оставлять за главного, вот он бы, нормально бы. По крайней мере, он не дал бы высовываться другим клонам куда ни попадя. Так что, это не просьба. Допустим, мы согласны. Но где ты найдёшь работу для всех нас? За это, не беспокойтесь, я что-нибудь придумаю. Да, просто из газеты. Кто сейчас вообще читает газеты, между прочим, кстати, я только сейчас это обратил внимание. Раньше хотя бы газету использовали как какой-то свёрток, сейчас даже так его не используют, по крайней мере, уже давно так не видел. Эх, были же времена. Я, если что, не ностальгирую, это как бы просто приказывалось. Я не скучаю по этим временам. Весёлая булочка. Так, сегодня ваш первый день, и вы должны постараться на славу, чтобы остаться на этом месте. В вашем положении это... На удивление, Вару самое такое подготовленное почему-то. престижная для вас работа. На вид. если кто-то будет отлынивать от своих обязанностей, тут же вылетит из дверей этого здания. Ой, страшно. Мне пора по делам. И даже не вздохну. Мои любимые клоны это Габриэль и Ку... Ой, блядь. Габриэль и Данте. Я в прошлой реакции оговорился. Да, 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 да. Думайте, чего-нибудь натворить, пока меня не будет в ресторане. Бубновый, короче. Мои сами такие приколюхные. Если человек живёт благодаря питанию, значит, сейчас я имею над ним огромную власть. Охрененная логика. Положить котлету на булочку, потом оплеснуть соус, добавить салат. Блин, как на самом деле аппетитно выглядит. Без лайна особенно. Ха, только глупец будет следовать этим правилам. Там что-то около не мэш. Гений же установ... Гений же подожжёт нахрен всё. Свои. По-моему, даже полбургера вспотело. Ты не спанчбоб, ты не гений по созданию бургеров. У тебя нормально получалось, нет, ты решил всё сжечь. Эх. Феликс, что ты делаешь? Нормально же получалось. Добавляю сахар в газированные напитки. Дурашка, ты что, рехнулся? Зачем тебе это? Как зачем? Сахар это дофамин. Дофамин гормон счастья. Значит, чем больше сахара, тем больше счастья! такими этапами можно просто взять мешок сахара и так себе в рот так такой счастливый будешь прям вообще на всю жизнь. Если даже если проживёшь как можно дольше. Таким образом. Я на кассу. Ой, какая цаца пришла. Что-нибудь закажешь? Добрый день. А скажите, у вас много сахара? Хм, точно не больше, чем в автомате сна. Да ты уже сама такая сладкая. Я думал, ну в этом... Я думал, он какой-то комплимент скажет, если честно. Чего? Хе-хе, ничего, скипку хотите? Хочу. А что надо сделать? Просто оставь на этом листочке свой номер телефона. Интересно. Фига, ты какой-то наглый. Сесы свои напиши, какие цветы нравятся. Блин, на самом деле это очень крипово. Если так подумать, на месте девушки мне было бы крипово, я бы нахрен ушел бы с этого магазина. С этой булочной, блин, булочной. Это реально стрёмно. А, по-чистому, прямо... Если ты не знаешь этого... Ромео, этого больного с счетцем, подростка, пубертатного состояния, то да. По-чистому, совесть не имеет жердя, весь пол мне испачкал. Нет, так не пойдет. Так пол никогда чисто мне будет. Зеленка все покраши. Зачем тебе все чистить-то? Чистить. Хе-хе, идеально. Хе-хе. Отвлекаю. Ой. Не могли бы вы поставить нашему заведению оценку? Хе. А почему бы и нет? Ты что, решил поставить три залии? Даже не четыре. Ух ты. Ужас какой. Зависит моя зарплата, да? Возможно. Зависит моя зарплата. Это вы здесь консультант? Не знаю. Я просто в шоке. Нахрена так делать? Главным делать Феликса, консультантом, который должен помогать, который должен направлять посетителя, делать Габриэля, который... Чего-чего? Который... Да. Логично. Действительно. Правильный выбор. А, наверное... Х-х-х, хочу доложить, что ваш коллега только что нагрубил меня. А от вашей колы у меня чуть не случилась инсулиновая кома. А почему он... Странно, что ты до сих пор живой здесь стоишь. И действительно, я почему-то не в коме от... Мой коллега. Что? И кто такая инсулиновая кома? Разъясните все немного яснее, пожалуйста. Куда что-то еще яснее, так ли? Обкуренный, что ли? Сэр, не выражайтесь придеть. И раций, и знак еще вот не курить. Здесь ведь есть дети? А вдруг я тоже... Это сам ребенок. Ребенок. Да не почему, почему вдруг ты есть ребенок, по сути, подросток. Ребенок. Ну, судя по бороде, не очень... Такой, да... Ну, борода-то такой, ребенок такой, нормально такой. Ваш заказце. Ну, это может тоже ребенок, у него, по крайней, бороды нету, поэтому точно ребенок, наверное, да. Ну, благодарю. И оно в такой... Оно в масле, что ли? Господи. Как-то нелицеприятно выглядит, когда тебе подносят там в коробочке какой-то фастфуд, а оно уже в масле. Я прошу вас, не торопитесь принимать пищу. Я провел небольшое исследование. Продукты в этом заведении просрочены на 6 дней, котлеты сделаны не из натурального мяса, а сами бургеры содержат критическую дозу торгового организма. А это я еще молчу про блутамат натрия, который не добавляет во все тортики. Ух ты. хорошо когда кто-то делает за меня мою работу да очень хорошо и открывать бургер по-моему тут все и так очевидно я бы пробовать не стал точно не стал бы о персонаж ванни тейл и запомнил вас с другими а это а это персонаж и звуки кио чувиха которого ртов много я знаю до сих пор сте пытается что-то из него вымолвить какой-то номерок что-то господи боже бы я на месте девушки ушел бы ну зашел бы в другую булочку в другое заведение в starbucks ну в то время еще starbucks сюда зашел бы в конце концов господи боже чё с ним добиваться на чем 50 оттенков серого блин это сумерки сага диверген ждает меня пойти с ним на свидание у него и у нее еще парень но у ромео напросил что-то представляешь эти идиоты согласились работать без договора и металл опять персонажа не ты представляешь вот этот придурок нанял это хрена подростков которые вообще не умеет работать который вообще с другого мира буквально пришли в итоге что сделали с рестораном от страхов ой христа укус в рестораном булочные за сущие копейки ладно мне пора до скорого не считали тут них тут весело может переход надо было табличку ставить одни до себя одевать фига распевает маленький федор что ли кому-то явно хорошо да ну правда что простите но по-моему тут кого-то другого разорвут финансово и думаю у вас сейчас такой возможности не будет инспекции давно уже за вами на были обычно показывают документы удостоверения а тут блокнотик вы к тому же еще и и наняли несовершеннолетних подростков пройдемте со мной о пройдите товарищ товарищ гражданин пройдет типа на кукан сайте на кукан на на 15 суток а потом еще больше в чем не виноват это все эти клоуны да пусть вернется федор и фигеет с того что они ничего не сделали не душе пытался пытался новую работу зачем-то устраиваться он пытался еще бы вот так и скорее всего ничего и не убрал мы не включили нашу зарплату чуть не спалили ресторан ты еще и вы притащили домой я понимаю там не знаю там пика вару габриэль данте а чё зонтик то не убирает то есть если они так свиняча то зонтика учитывая характер вполне мог это все убирать так тряпка и половая странно самом деле эту кучу вредные жирной пищи мне кажется было бы приятнее с пингалом уже стоит мне кажется было приятнее если бы у них был line был бы нет не черным вот я помню каком-то из обзоров на тель хазмин там какой-то обзорчик придирался к этому что у тому персонажи там план такого их цвета но темнее а у чарли черного цвета лайн и это неприятно смотреть вот здесь мне кажется подошло бы действительно line бы их цвета то есть зонтика такой синий но но такого того темный синий такой прям около черно-синий черное бирюзовый короче и ну и так далее мне кажется было бы приятнее причем в сериале они так тоже все равно не сделали между прочим ну ладно посмотрим как в сериале это будет выглядеть может там получше ну должно быть учитывая что на стриминговом сервисе терял выходит кстати интересно что вот они прошлые серии духом общаги то есть 2 3 которые выходили до ока и видео дверь ладно еще ну серии понятно не выпустили наука зачем мне видео версии наука выпустили духом и общаги комиксов я если честно не понял мне кажется я не знаю странно какой смысл в этом ну ладно тогда почему бы им не выпустить эти две анимации на ока видео версии земли королей выпустить на ока если они врачу а чё если они выпустили духом и общаги наука видео версии чё это не выпустить когда я их не понимаю и федора частности но хрить зарплату чуть не спалили ресторан да еще и вы притащили домой эту кучу вредной жирной пищи да получается что мы сегодня поработали за еду зашибись хотя знаете не знаю как вы думаете лучше за еду работать или за 11000 работать месяц даже не знаю даже не знаю даже не знаю зайду бесплатную работать в комната не знаю булочной либо поломойкой за десятку тысяч месяц не знаю как вы думаете пишите комментариях вот ладно вот вот такая так то получилось надеюсь вам понравилось дальше будет еще реакция на вот на все меми и там уже наконец-то реакция на первую серию транс карты которая должна выйти уже 13 апреля вроде как короче ставьте лайки и дизлайки это реакция подписывайтесь на мой канал не забудьте нажимать на колокольчик чтобы приходили уведомления о стримах и видео будущем ссылка на оригинальную анимацию на мой телеграм-канал на x2play который скоро будет с авик тим в описании под этой реакции и всем желаю здоровья и конечно же мира всем пока-пока и и и и и и и